Сегодня в программе. Я продала свою квартиру, осталась вот без ничего. А он, простите, какой-то привел на постель моей дочери. Теща продала свою квартиру, а деньги отдала зятю на покупку дома. А ей указали на дверь. Почему мужчина ответил черной неблагодарностью? Узнаем в суде. В 40 лет мы с тобой живем вместе, какие могут быть любовницы в нашем возрасте, милая моя. Вес ребро, как говорится. Мужчина узнал о гибели дочери, скрыл этот факт от своей жены и один вступил в наследство. Почему он решил поступить именно так? И на что потратил деньги, полученные с продажи унаследованной им квартиры? Вы понимаете, товарищ судья, я настоящий великолепный рогоносец. Нет, я так не хочу, только развод. Мужчина разводится с женой, поскольку она изменила ему с коллегой и цинично сама рассказала об этом. Но что послужило причиной этой измены? И почему девушка считает, что супруг сам виноват в случившемся? Истец просит взыскать с ответчика крупную сумму. Она утверждает, что ответчик купил дом за ее счет. Ответчик с иском не согласен и заявляет, что истцу ничего не должен. Слушаю вас. Ваша честь, я подаю иск о взыскании неосновательного обогащения на сумму 2,5 миллиона с моего бывшего зятя. 8 лет назад моя дочка вышла замуж. Значит, и привела в мой дом мою хрущевку 42 квадратных метра молодого человека Олега. Прожили они с ним год, и родилась моя внучка Кристиночка. Ну и, естественно, в такой маленькой квартире нам стало жить тесно. Начались какие-то вот придирки, тирки. Ну и зять предложил, что уже как бы пора нам разъехаться ихней семьей. Ну, ходил, искал варианты, а потом, значит, пришел и сказал, что ему попался чисто по случаю очень классный коттедж. Большой, 90 квадратных метров. Ну, прямо супер. Вот такой вот заходи и живи в нем сразу. Но вся проблема произошла в том, что коттедж стоил 5 миллионов рублей. А на тот день мой зять сумел накопить только 2,5 миллиона. Ну и на следующий день мои дети стали меня на пару уговаривать. Мама, давайте продадим вашу квартиру, значит, за 2,5 миллиона. Вы доложите денег, и мы купим этот коттедж. Ну, короче, я согласилась. Значит, все сложилось как нельзя удачно. Мою квартиру мы продали очень быстро и хорошо, за 2,5 миллиона. Денежки эти я со своего счета перевела на счет ответчика, моего зятия. Коттедж оформили в равных долях. Значит, половина дочери, половина моему зятью. А почему на вас не оформили? Я же прописалась в своем старом деревенском доме, чтобы не терять свою собственность, который мне достался наследство от моих родителей, от моей мамы. А почему на вас долю-то не оформили? Ну, как-то вот мне посчитали нужным. Это как-то много волокит, а я уже женщина в возрасте. Ну, посчитали, что так вот будет все нормально. Меня же не оставят, в конце концов, на старости без ничего. Поэтому вот порешали так. Ну, жили мы очень мирно и очень хорошо. Целых 6 лет. То есть вы переехали в коттедж? Да, я переехала с ними в коттедж, в котором мы жили в нем 6 лет. Долго, хорошо и счастливо. Ну, вот два года назад у нас случилось несчастье. Умерла моя доченька от ковида. Ну, и все пошло кувырком. Я не могла прийти в себя. Я не знала, как мне пережить это горе. Мне было насколько плохо, что был свет немил. Ну, а через месяц нам нужно было уже идти к нотариусу, чтобы открывать наследственное дело. Ну, и стал вот меня, Олег, обрабатывать. Мама, да вы вот и болеете. Зачем нам нужна эта волокита? Вот давайте вы не будете отсуживать свою долю, выделять. А давайте вот будем жить, как мы и жили. Что ж, я вас обижу, в конце концов. Все у нас будет хорошо. Ну, вы знаете, я пила такие депрессанты сильные. Мне было так плохо. Вот и голова совсем была бестолковая. Ну, в общем, короче, я на уговоры зятя махнула рукой и сказала, ладно, пусть так и остается. Ну, через пару недель я поняла цену своему отказу. И стал мой зять ко мне придираться. Кто еще кому придираться стал? Вот что бы я ни сделала, ну, все, Олег, было не так. Вот не говори, пожалуйста. И стирать я стала не так. И что-то я не погладила. И кушать я сварила не так. А тут как-то зашла в хозблок, а там такая куча хлама. А скоро праздники. Думаю, ну, сделаю-ка я зятю приятное. Повытаскивала оттуда целую кучу каких-то железок, проволоки, старых изношенных запчастей. А тут как раз и сборщики металлолома идут. Ну, я и решила. И все, им это за 10 тысяч отдала. Думаю, вот не таскать нам заодно это все на мусорку. Приехал мой зять с рейса. Когда он это все увидел, как попер он на меня со всей своей силы. И дура я старая, и что я наделала, и деньги потеряли. Да этот металлолом он в 10 раз дороже стоил. И все прочее. И вообще, говорит, убирайся отсюда по месту своей прописки в свой деревенский дом. Я не выгонял, вы сами вещи собрали. Да, 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 так оно и было. И не кричал ты на меня ничего. Соседи, небось, слышали. Ну, короче, я расплакалась. Собрала я свои вещички и поехала в свой деревенский дом под зиму. Ну, что, приехала. Дом у меня старый. Ну, вот я его покажу суду. Вот такой вот ужасный. Ему сто лет уже, наверное, и больше. Печное отопление. Туалет только где-то далеко во дворе. Снег нужно во дворе весь чистить. А мне 74 года. У меня полная медкарта болячек всевозможных. Ну, в общем, короче, пожила я, пожила я. И поняла, что я еще одну зиму в этом доме жить не выдержу. Ну, пришла мне мысль в голову. Думаю, ну, пойду-ка я покаюсь перед своим зятем. Думаю, буду жить, ну, сидеть и молчать. А куда денешься? Раз дура старая действительно осталась вот без ничего. Буду жить как мышка, тихонечко. Ну, приехала туда, а соседи говорят. Ха, бабка опоздала. Да твой зять уже давным-давно бабенку привел. Она теперь хозяйка в этом доме. И что, я продала свою квартиру, осталась вот без ничего. А он, простите, какой-то привел на постель моей дочери. И я теперь не нужна там, что ли? Вот поэтому осталась я при бубновых интересах. Значит, пошла к юристу. Он мне предложил. Говорит, давайте подадим в суд о неосновательном обогащении вашего зятя. И он вам вернет ваши 2,5 миллиона. А вы на эти деньги купите себе какое-то достойное жилье, чтобы достойно уже жить на старости. Ну вот, я и пришла к вам. Помогите мне, пожалуйста, восстановить справедливость и не оставаться без крыши над головой в моем возрасте. Передайте документы через судебного пристава. Да. Так, пожалуйста, ответчик, что можете пояснить суду? Ваша честь, я с ИСом категорически не согласен. Ха! Нормально. Да, действительно, моя теща... А что это вы не согласны-то? Она вам отдала 2,5 миллиона? Да, ну давайте я вам объясню. Ну давайте. Она действительно передала 2,5 миллиона рублей за продажу квартиры. Так. На постройку коттеджа. Я купил коттедж, мы действительно хотели со своей семьей проживать все под одной крышей, в том числе и с тещей. Ну после смерти моей жены Татьяны, моя теща стала сама не своя. А зачем вы ее уговорили отказаться от наследства? Да никто ее не уговорил, она сама захотела. Сама пошла и отказалась? Сама, да. Потому что она сказала, говорит, зачем мне возрасте? Но она, наверное, в этот момент не предполагала, что она окажется в таком положении? Ну не знаю, что она там предполагала. Она сама отказалась. Конечно, конечно. А вы сейчас-то ее пустили проживать в дом? Да пусть приезжает, доживет. Да-да, сам сказал, убирайся. И это ваши слова. Кто ж тебе поверит? И вот после смерти жены теща превратилась в настоящую змею. Стала преследовать меня. Ну вот, тяна, нормально. Куда бы я ни пошел, преследует меня, за все берет, чтобы я перед ней отвечал. Мало того, еще я получаю зарплату, а я перед ней должен отчитываться. Сколько я получаю зарплат, куда я ее деваю. Я работаю дальнобойщиком. Часто уезжаю в рейс. Как-то мне до этого теща подошла ко мне и предложила, говорит, давай баню будем клиентам сдавать. Хоть какие-то деньги будем иметь с этой бани. Что она просто так проставит? Я, конечно, отказался. Как я после чужих людей, незнакомых, буду париться? До меня потом дошли слухи, что когда меня нету дома, я уезжаю в рейс, моя баня начинает топиться. Соседи часто видят, что на улицу выбегают голые мужчины из этой бани с девушками легкого поведения. Мало того, они еще и пьяные. И все это на глазах у моих соседей и моей восьмилетней дочери. Ваша честь, ну не правда же это все? Ну он же сам мне это предложил. Сказал, это сама деньги нужны. Чего же у нас стоять-то баня будет? Ваша честь, вот у меня есть документ, объявление о моей бане. И тут номер телефона указан тещин. Да потому что ты в рейсе был, а как бы люди звонили? Вот и написала я свой телефон. Ну, значит, вы пользовались этой, сдавали без моего ведома. Ну хорошо, сдавала баня. Какое это имеет отношение к делу? У нас иск о взыскании неосновательного обогащения. Продала квартиру, деньги отдала вам. А имущество было зарегистрировано на ваше имя. Для вас это что? Ну, смотрите, когда она передала деньги, 2,5 миллиона, но она вложила в этот коттедж, на этом участке я построил баню стоимостью 2 миллиона 600 тысяч. И что? Она, как я уже говорил, что я когда уходил в рейс, она пользовалась этой баней и сдавала, без моего ведома, сдавала клиентам. И вот она, как она с меня требует 2,5 миллиона за то, что она на коттедж давала, если она сама сожгла баню. Вот у меня есть заключение пожарной... В результате баня сгорела? Баня сгорела. Вы полагаете, что вот сейчас это имеет отношение к этому иску? Да, конечно. Ну, вы так считаете, а где у вас встречное исковое заявление? Кто виновен в поджоге? Или... Тут судебная экспертиза показала, что меня не было дома, Ну, не судебная, наверное, а пожарная. Пожарные, пожарные поставили заключение, что неправильно пользование печью. Кто неправильно? Кто виновен-то? Тёща. А при чём здесь этот иск? Вы хотите в зачёт, что ли? Ну, это вот я просто показываю, что у меня документы есть заключения пожарников. Ущерб. Ущерб нанесён мне в 2 миллиона 600. Ущерб вам нанесён, взыскивайте в законном порядке. И не в этом суде. Потому что это не связанные между собой требования. Вообще не связанные между собой требования. Потому что история со сгоревшей баней никакого отношения к рассматриваемому делу не имеется. А факт неосновательного обогащения налицо. Я вам заранее это говорю. Что тут очевидно всё. Продала квартиру, отдала деньги вам. Вы приобрели коттедж на эти денежные средства. В число собственников истицу не включили. Она осталась, как говорится, ни с чем. Кроме того, она отказалась в вашу пользу и в пользу вашей дочери от наследства. Думайте. Вы понимаете, на что я вам намекаю? Да. Ну, я вас слушаю. Может быть, у вас какое-то предложение есть. К примеру. Я не могу, конечно, заранее вам говорить, какое я решение вынесу. Но вы, наверное, сами догадываетесь. Может быть, мировое соглашение мы с ним заключим. Может, он опомнится наконец-то. Ну, договаривайтесь о мировом соглашении. Тебе вот судья даже так говорит. Я согласен прийти к мировому соглашению. На каких условиях? На одну четвёртую долю. То есть вы согласны передать собственность истиции одну четвёртую доли дома? Как вам такое предложение, истиция? Ну, я, конечно, согласна. Хоть, конечно, это и маловато, потому что я не знаю, что я на эти деньги смогу себе купить. А в бане что? Потом будете требовать 2 миллиона с ним? Нет, ничего не буду требовать. Точно? Да. Ну, дело в том, что если я останусь, вот всё-таки не потеряю родственные связи. Ну, баня-то из-за вас сгорела? Баня не относится к делу. Это так. Не знаю, не знаю. Я настаиваю. Олег сам это мне предлагал, это самое, а потом всё свернул на меня. Обидно, конечно. То есть вы просите заключить мировое соглашение на условиях о признании права собственности на одну четвёртую долю в доме за истицией? Вы согласны? Я согласна, только из-за того, хоть, конечно, обидел меня сильно, Олег, но потому что я останусь с родственными связями, с внучкой единственное, что... Ну да, сможете проживать в этом доме. Ну и как-то вот улучшу свои жилищные условия, там воду проведу, туалет сделаю на своём участке. Я могу провести воду, туалет утеплю. Сам лично сделаю. Ой, занесите это в протокол, пожалуйста, а то я уже боюсь просто... Занесите это в мировое соглашение, а я его буду утверждать. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. 40 лет мы с тобой живём вместе, какие могут быть любовницы в нашем возрасте, милая моя. Дица ребро, как говорится. Женщина узнала о гибели дочери только спустя два с половиной года после трагедии. Почему муж так долго скрывал от неё, что девушка умерла? И как он распорядился полученным наследством? Вы понимаете, товарищ судья, я настоящий великолепный рогоносец. Нет, я так и хочу, только развод. Молодожёны решили, что попробуют сводные отношения. Целый год мужчина рассказывал жене про свои секс-похождения, а когда она переспала с коллегой, сразу подал на развод. Суд вынес определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. Суд утверждает мировое соглашение, по которому 1,4 доли в доме переходит в собственность истиции. То есть всё, на этом история с неосновательным обогащением с долями в доме для вас закончена. Понятно это? Да. Да, ваше честь. Всё, дело закрыто. Прошу всех встать. Мы как-то после этого наладим с ним отношения, я буду общаться с внучкой, ну и наконец-то я улучшу свои жилищные условия в своём доме. Столько лет прожили с тёчей, ну я думаю, что и дальше будет всё хорошо, всё замечательно. Вот таких х**ов надо наказывать, потому что они женщинам жизнь портят. Здесь надо сдерживать слёзы. Держим себя в руках. Пытаюсь. Но смеяться можно до слёз. Как с ней можно заниматься интимом за деньги? Откуда я знаю, я не мужчина. Дела судебные. Новые истории. Я ж тебя ж по дна поднимала. Почему это я ж ж ж? Я замужем. Ну а чё ты на мать-то родной в суд-то подала, а? Каждый будний день в зале этого суда. Истец требует восстановления срока для принятия наследства, поскольку она была введена в заблуждение мужем. Ответчик утверждает, что потратил всё наследство погибшей дочери на благотворительность. Я вас слушаю, пожалуйста. Ваша честь, я ходатайствую о восстановлении срока следствия для принятия наследства моей покойной дочери Галины, Смольной Галины Сергеевны. Дело в том, что я узнала о смерти дочери всего три недели назад. Меня жестоко и подло обманули. И это сделал мой муж, с которым я душа в душу прожила 40 лет. Дело в том, что дочь работала в Африке волонтёром. И через год после того, как она уехала туда, она погибла. Муж мне ничего не сказал. Дело в том, что она была такая самостоятельная, самонадеянная. Вы представляете, она даже на свадьбе, собственно, за жениху сказала нет. Потому что ей показалось, что не разделяет её интересы и моральные принципы. Свадьба расстроилась, и она уехала в Африку. Спустя год после того, как она уехала, она погибла. Мужу позвонили, сообщили об этом. А он мне ничего не сказал. Зато подсуетился, побежал к нотариусу. Почему не сказал? Ну, это вот надо у него спросить, почему не сказал. Ну, что вы его до сих пор не спросили, что ли? Спросил, а сказал, что жалел. У меня больное сердце. А что, мне сегодня легче? Или у меня сердце стало здоровее? А как вы узнали о том, что дочь погибла? У нас должна была быть рубиновая свадьба, годовщина. Я попросила мужа, ты позвони Гале, позови её. Пусть приедет, мы с ней помиримся. Дело в том, что мы 3,5 года не общались. То есть вы не общались? Вы были в конфликте, да? Потому что перед её отъездом мы разругались. Ну и вот общение на этом прекратилось. Муж разрыдался и сказал, что дочь погибла и не сможет приехать на свадьбу. Оказывается, 2,5 года назад он оформил наследственное дело. Через полгода вступил в наследство. А наследственная масса состояла из квартиры дочери, которую мы ей подарили на 20-летие, чтобы жила самостоятельно. Завещание не оставила. Молодая девушка была. Понятно, что умирать не собиралась. Законными наследниками дочери являемся мы, я и муж. Так он ведь и умолчал, что я являюсь тоже наследником у нотариуса. Ну, вступил в наследство, квартиру продал. Куда потратил деньги, не знаю. У меня вот есть копия свидетельства о праве на наследство, которое он получил у нотариуса. Говорит на благотворительность. Но я ему не верю, он ведь меня обманывал. Уж, может быть, на молодых любовниц. Сейчас девки-то такие ушлые. В 40 лет мы с тобой живем вместе. Какие могут быть любовницы в нашем возрасте, милая моя? Ну, знаешь, вес ребро, как говорится. Ну вот, значит, продал квартиру. Деньги, как говорит, отправил на благотворительность. Но я считаю, что он меня просто предал. Ну, ты же все знаешь. Зачем ты так говоришь? Понятно. Передайте, пожалуйста. То есть вы считаете, что вы пропустили срок для вступления в наследство по уважительной причине? Потому что ваш муж не поставил вас в известность о том, что ваша дочь погибла? Да, Ваша честь. Я слушаю вас, ответчик. Что можете пояснить? Ваша честь, с иском жены я не согласен. Значит, денег у меня, которые я продал квартиру, нет. Уже нет их давно. Выплатить ей компенсацию, одну-вторую с этой суммы, я не могу, я пенсионер, у меня просто нет этих денег. Нету. Я не согласен с ней по той причине, что вот она говорит, она не знает, куда я дел эти деньги. Галина была очень, знаете, девушка, которая всегда обращала очень большое внимание на беды других людей. И она была очень активна в этом. Она была не то, что, знаете, человек, ох, как мне жалко что-то, чего-то, кого-то развернулся и пошел дальше. Она всегда старалась как можно больше принять в этом участие для того, чтобы помочь данному человеку. Данной, ну, даже возьмем с детства, кошки, собаки, она всегда их как-то подкармливала, всегда как-то к ним относилась совершенно вот по-другому, не то, что как. Себя лучше пожалела и родители. Да, действительно, Галина, она работала в хосписе, но потом ей предложили поехать в Африку волонтером. Ну, а на этой почве, как вот жена сказала, и расстроилась свадьба с женихом, потому что жених хотел, чтобы она была только дома, чтобы она занималась только хозяйством. Басая беременная на кухне. Да, 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 да. Вот. А ее, Галечку, не устраивала такая жизнь. Она привыкла к активной жизни и делать так, как она считала нужным. Вот из-за этого расстроилась свадьба, и через небольшое количество времени она уехала в Африку. Из-за этого произошел конфликт с мамой? Да, 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 да. Вот из-за этого она говорила, не надо никак. Но конфликт произошел из-за свадьбы. Потому что на свадьбе при росписи Галина сказала своему жениху Петру, что нет, я не выйду за тебя замуж по той причине, что ты хочешь, чтобы я вот сидела дома и больше ничего не делала. Вот на это и не произошла роспись, и так они расстались. Прям в ЗАГСе? Прям в ЗАГСе. Прям в ЗАГСе. И она уехала в Африку. И через год после ее отъезда я получаю очень-очень печальную весть. Галечка с водителем ехала по какой-то горной дороге. Водитель не справился с управлением. И они упали в пропасть. Машина разбилась в дребезги. Произошел пожар. Вы знаете, Ваша честь, я даже тело не мог получить, потому что его не было. Оно сгорело. И сразу сказать жене, учитывая ее состояние здоровья, ее больное сердце, и еще помимо сердца там много уже возраст, болячек, я сначала не мог ей сказать. Не мог. Я ее жалел. А вы знаете, а вот чем дальше время проходило после гибели, смерти, несчастного случая с Галечкой, мне все было труднее, труднее жене об этом сказать. Надо было сразу сказать. Мне ходил, ну надо было, надо было бы, много надо было бы, но вы понимаете, что я старался в своих мыслях, может, прав, не прав, это очень сложно судить, продлить жизнь дочери в памяти ее матери. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к истице. Скажите, пожалуйста, а вот эти все три с половиной года вы как-то пытались узнать, как живет ваша дочь? Сейчас же социальные сети имеются. Наверняка, если ваша дочь занимается таким делом, волонтерством, наверняка она вела какие-то социальные сети, где можно было бы посмотреть хотя бы там, ну не знаю, фотографии, посмотреть, чем она живет. Сейчас же это очень популярно. И можно не общаться с человеком, но, по крайней мере, знать, что у него все в порядке. Либо наоборот. Да, Ваша честь, я этого не сделала. Даже не могу объяснить, почему. То есть три с половиной года из-за вашей этой обиды вы не интересовались, как живет ваша дочь? Ну, как-то вот нет. Да ну скажи откровенно, что не интересовалась. Я задаю вам вопрос не просто так. Это Ваша честь. И со мной она ничего не говорила по поводу дочери. А после смерти дочери... То есть не было такого, чтобы у вас жена спрашивала, например, спустя полгода? Ты что-нибудь знаешь, как там Галь-то? Не было такого, чтобы она вообще... То есть вы вообще не обсуждали? Не обсуждали. Вы понимаете, когда Галя не стала, я очень боялся этого вопроса. Вы поймите, если бы она задала мне какой-то вопрос, то мне очень трудно было бы это скрыть. То есть правильно я вас понимаю, что вот этот вопрос по поводу того, давай ее все-таки позовем, пусть приедет, это был первый раз, когда вас жена спросила о дочери. Да, да, да. Спустя 3,5 года. Да, да, да. Спустя это время. И уже на тот момент дочери не было в живых, получается 2,5 года. 2,5 года, да. Понятно. Передайте документы через судебную письмину. Что-то вот, значит, Ваша честь, я хочу вам передать документы. Объясните мне еще раз про поводу денег. То есть вы вступили в права наследования. Да, я не сказал же нет. Получили в наследство квартиру и... Все. У нее не было никаких больших... Ну, там какая-то... Такая мелочевка, может быть, там 2-3 тысячи... Ну, а квартиру-то продали? Да, квартиру я продал. За 4 миллиона 800 тысяч. Так. И... И эти деньги я отдал, перевел в благотворительный фонд. Там есть документ, то, что... А почему вы так поступили? Потому что квартира была не моя, не жены. Квартира была нашей дочери. А что, дочь так хотела? Она когда-нибудь с вами это обсуждала? Да, да. Я считаю, что... Если анализировать предыдущую жизнь Гали, если анализировать все деньги, которые она могла... Фонд, все деньги, которые она зарабатывала, она оставляла себе на прожитие минимум. Остальное все отдавала. И я считаю, что эту квартиру, которую я ей, в принципе, купил на мои деньги, Галя бы была не против и была бы за, за то, чтобы передать эти стоимости, ну, продать квартиру и передать эти деньги в фонд. На благотворительность. На благотворительность в фонд. Это как раз тот фонд, где она работала? Да, да. И я именно передал эти деньги в тот фонд, где Галя работала. Почему? Потому что это очень-очень прозрачный фонд. Это не какие-нибудь там леваки, какие-нибудь там непонятные люди. У меня, вы обратите внимание, там на каждый рубль фонд делал отчет. И проанализировать это вся эта сумма ушла на благотворительность, на хоспис, на помощь людям. Я себе лично ни копейки не оставил. Они заказывали самолет для мальчика, там, 12 лет в очень тяжелом состоянии, чтобы его перевезти в свой город. Ну, в очень плохом состоянии, в безнадежном состоянии. Она оплатила самолет, она оплатила из этого фонд, фонд, вернее, оплатила за счет этих денег на оборудование, на медработников. И мальчика отвезли к себе домой, в его город. И он там. Я вообще считаю, То есть вы это сделали в память о дочери? Только в память о дочери. В память о дочери. Потому что я, в принципе, уверен в том, чтобы она хотела это сделать. Я поняла вас. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Вы понимаете, товарищ судья, я настоящий великолепный рогоносец. Нет, я так не хочу, только развод. Мужчина разводится с женой, поскольку она изменила ему с коллегой и цинично сама рассказала об этом. Но что послужило причиной этой измены? И почему девушка считает, что супруг сам виноват в случившемся? Суд принял решение иск о восстановлении срока вступления в наследство и признание наследницей по закону оставить без удовлетворения. В судебном заседании установлено, что дочь умерла два с половиной года назад. Наследниками в первой очереди по закону являются стороны, то есть родители. Истица не обратилась в материальную контору с заявлением о приеме наследства, потому что не знала о смерти дочери. Однако суд считает, что истица пропустила срок для принятия наследства без уважительной причины, так как ее незнание о том, что дочь погибла, связано с тем, что она не общалась с ней на протяжении длительного периода времени. При таких обстоятельствах... И это суд не может признать уважительной причиной, потому что родственные отношения предполагают общение. Поэтому при таких обстоятельствах суд не находит правовых оснований для восстановления срока для принятия наследства и отказывает восстановление этого срока. Дело закрыто. Хочу всех встать. Решение суда. В иске отказать. А как теперь с мужем жить, я вообще не знаю. Я ему не верю. Деньги моей дочери Галины пошли именно туда, куда они должны были пойти. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. К юристу-то ходили или сразу ко мне? Если вы не можете вернуть свои деньги... Что, доченька, расскажи, как ты хочешь маму кинуть? Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Я хочу все-таки разумновить наши отношения. А я хочу развода и денег. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Но я же не думала, что мы с ним вместе будем жить. Вот как раз, чтобы не думать, надо пойти к юристам, они все за вас придумают. Это бесплатно. Истец требует расторжения брака, обвиняет жену в измене. Ответчик иск не признает. Утверждает, что изменила только потому, что этого хотел ее муж. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску о расторжении брака. Истец Буев Геннадий Иванович, ответчик Буева Оксана Петровна. Я вас слушаю, истец. Ваша честь, я настаиваю на том, чтобы развестись со своей женой Оксаной. Эта предательница изменила мне. И я не собираюсь больше жить с этим человеком. Прожили мы с ней год. Просто возьми. Прожили мы с ней год. Это не так много. А тут она мне приходит и заявляет, что она изменила мне со своим коллегой, каким-то там, Виталиком. Гена, ну ты же мне сам рассказывала о своих историях. Приходит, значит, неделю назад домой на полтора часа позже с работы. Я как ни в чем не бывало, спрашиваю, где ты задержалась. И она мне с восторгом, как будто так и должно быть, рассказывает, что я находилась там с Виталиком в офисе. У нас два раза с ним был половой акт, секс. Я в недолмении, думаю, может быть, шутит. Сначала говорит на столе, потом говорит на диване. Я это все слушаю, думаю, может быть, шутки у Оксаны такие. Я подумал, подумал, ложусь спать. На следующее утро у меня закрали сомнения. Я приехал в этот офис, нашел этого Виталика, спрашиваю у него, допросил этого. И он мне рассказал все, как было. И все точно так же, как рассказывала она мне. Вы понимаете, товарищ судья, я настоящий великолепный рогоносец. Нет, я так не хочу, и только развод. А как ты мне рассказывал, что ты с официальной? Так, отвечица, а почему она вам рассказала-то? Я не знаю, что в этой голове, чтобы это прийти и просто рассказать. Просто прийти и сказать, что я тебе изменила. Отвечица! Я, значит, настаиваю, чтобы этого человека больше не видеть в своей жизни. Делить нам с ней нечего, детей у нас нет. Жили мы в добрачной квартире, и поэтому только развод. Ничего другого. Передайте, пожалуйста, свидетельство о браке. Так. Слушаю вас, отвечица. Согласны с расторжением брака? Нет. Ваша честь, я не согласна с исковыми требованиями моего мужа Гены. Я его очень сильно люблю и не хочу рушить нашу семью. Да, я ему изменила со своим коллегой Виталиком, но он мне никогда не нравился. На такой шаг меня подбил мой муж. Кто не нравился, муж или Виталик? Виталик мне никогда не нравился, но на такой шаг меня подбил мой муж. Я всегда хотела оставаться ему верной женой. Только вот... Но пошла и изменила, да? Только вот, когда мы с ним встречались, и он мне сделал предложение, мы договорились, что можем спать с другими партнерами. Только главное, мы должны рассказывать об этом друг другу. Тогда еще мне Гена сказал, что моногамные отношения сейчас не в моде, это вообще пережиток прошлого, и нужно быть палеоморами. Да я и знать не знала вообще, кто это. Тогда он мне объяснил, что это люди, которые имеют много партнеров, и это что-то наподобие шведской семьи. Но для меня это все чуждо, и мне эта идея сразу не понравилась. Но так как я люблю Гену, я, конечно же, согласилась на это. Какая любовь? О чем ты говоришь? Да я все ради тебя делала только потому, чтобы ты был счастлив. Он счастлив. Я его со своими историями этими. Практически рыдает стоит от счастья. Да он все строит, все эти маски. И все началось еще с нашей брачной ночи. Тогда в компании родственников и друзей мы поехали к нам на дачу, где еще гуляли два дня. Тогда я проснулась ночью, а мужа рядом нет со мной в кровати. Спустя 10 минут приходит и говорит, я переспал с Катей. А Катя это девушка моего троюродного брата. Ну, она, знаете, такая. Она тогда напилась, к каждому мужику лезла. Да не спал я с ней. Не было ничего у меня с ней. Ты мне рассказывал в деталях, как вы там в мастерской развлекались. Ну, я сдержала тогда слезы все ради мужа. И уснула. Потом эти истории я стала все чаще и чаще слышать. То он девушку подбросит на машине и займется сексом прям там. То с официанткой прям в кафе. То потом он пошел к дантистке и там у него секс был прям в кабинете с ней. А вы представляете, как это все больно? Что это невозможно терпеть? Ну да, и я... А вы уверены, что он правду говорил? Может, он врал? Ну, вы понимаете, он с таким упоением рассказывал о своих вот этих сексуальных связях. Ну, тут невозможно не поверить. Он прям в деталях это рассказывал. Я, конечно же, ему верила. И да, все это накипело. Я ему изменила. Но я бы никогда не стала изменять, если бы не он. А зачем надо было изменять? Пришли бы и просто рассказали. Ну, я не могу. Ну, я что, дура, что ли? Ну, это разве справедливо? Ну, смотря с какой стороны, посмотреть. То есть он мне может изменять, рассказывать все эти истории, а я что, не могу? Тем более, Виталик ко мне давно подкатывал. Но при этом он мне никогда особо не нравился. Он вообще противный. У него воняет. Ну, раз противный-то... Поэтому пойду с ним пересплю. Молодец, просто молодец. А ты со всякими... Подождите, естественно, вы рассказывали про ваше похождение? Я рассказывал. Ну, как можно было вообще в это поверить? Ну, о чем ты говоришь? То есть вы действительно рассказывали, что вы вот там были и вот это делали, и потом вот там... Ваша честь, да, я рассказывал. А зачем? Я думал, она все это понимает. Понимает что? Я думал, что это шутка. Я хотел разнообразить нашу половую жизнь. Ну, вы разнообразили. Это можно сделать другим. Мы свою жизнь разнообразили, судя по всему, а вот жизнь ответчицы разнообразили. Ну, ей все нравилось. Она с удовольствием смотрела с нами. Еще что-то, понимаешь? Можно было разобраться. У нас на компьютере в закладках висит порно-сайт с историями. И я с этого сайта рассказывал. Мы вместе читали. И я думал, что ей правда нравится это, что она сидела так внимательно слушала. Я не помню этого. Что ты говоришь? Да не помню я такого. И все. И каждый день мы это смотрели, рассказывали. А тут ей, видите ли, захотелось пойти и изменить. Ну, ладно, я. Мои сексуальные фантазии. Ты мне год после нашей брачной ночи рассказывал, как ты шляешься. Да помолчи ты. У каждого мужчины должны быть сексуальные фантазии. И я думал, она все это понимает. И на самом деле... фантазии это одно. А когда вы женщине своей говорите, что вы там с кем-то переспали, почему вы думаете, что она должна думать, что это неправда? Она скорее подумает, что это правда. С этой баней я пошел, вышел покурить, в туалет сходил, придумал себе, пришел, рассказал, ей вместе там что-то поулыбались. Все, не было у меня ничего ни с какой Катей. Ни с официанткой ни с какой у меня не было. А я откуда должна была знать? Ты приходишь и начинаешь мне это все рассказывать. Ты кто виноват-то? Это просто ужас. Я думаю, может быть, она придумывает сейчас это все, чтобы скостить себе эту измену и чтобы мы все с вами думали, что она невинная. Либо она правда дура. А с дурой жить я не хочу. Это еще хуже. Поэтому я настаиваю только на разводе. То есть вы считаете, что это она? Я считаю, что это она. А я считаю, что мы еще все можем исправить. Не можем ничего. А вам это зачем? Исправлять-то? Понимаете, я его очень сильно люблю и я им дорожу. И все я делала только ради него. Все эти истории терпела. Вот уж правда. Любовь зла. Я хочу, я хочу, чтобы нам дали три месяца все-таки на примирение. Я считаю, что несмотря ни на что мы сможем преодолеть все эти беды и справиться с этим. Я против этого, товарищ судья. Ваша честь. Три месяца вы будете исправлять. Каким образом вы будете исправлять? Мы все обсудим. Пойду и верну измену назад. Да. Правильно. Гена, ну ты же понимаешь, ты же не дурак. Ну что ты сейчас строишь из себя какую-то обиженку? Истец, ну вы же сами ее толкнули на измену. Я не подталкивал ее, Ваша честная. Как это? Своими историями ты не подталкиваешься. Подождите, отмечется. Вы ей говорили, что вы не против полигамных отношений? Говорил. Так. Она вам говорила, конечно, я тоже не против. Лишь бы тебе было хорошо. Ну как я могу приходить домой, изменив своей женщине? Либо я сейчас, либо сейчас я буду приходить домой, ложиться спать со своей женщиной, она мне будет ходить наставлять. А зачем вы вообще эту тему поднимали? Просто мне хотелось разнообразить. Ну вы разнообразили. Вы что хотели, то и получили. Вы хотели полигамных отношений? Вы их получили. Виталик счастлив. Да? Тоже. Ты все сам сделал для этого, Гена. А Виталику-то как? Так повезло. По-моему, прям вот ему повезло больше всех. Все у вас в стороны? Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех стать. Не будет никакого. Я тебе говорю, мы не будем. Ген, ну ты понимаешь, ты порассуди сейчас нормально, как здравый человек. Это просто ужас. Ты сам мне что говорил? Как можно просто пойти с другим мужчиной переспать? С другим мужчиной. Прошу садиться. Суд вынес определение об отложении слушания дела, предоставляет супругам срок для примирения на три месяца, так как ответчица заявила ходатайство о предоставлении срока на примирение. Если вы не помиритесь через три месяца и вам не удастся сохранить семью, тогда истец вернетесь в суд, и брат будет расторгнут. Дело отложено. Прошу всех стать. Нет. Никакого примирения. Решение суда. Назначить срок для примирения. Ну и что ей дали эти три месяца? Все равно вернусь через три месяца и все равно подам на развод. Не будет никакой. у нас примирение. Я сделаю все, чтобы Гена изменила свое отношение к этой ситуации. И мы будем счастливы. И мы сюда больше не вернемся. Елена Кусьина как хирург. Разводитесь. Я не доктор, конечно, но это не лечится. Сначала боль и страх. Ужас какой. Потом покой и счастье. Как мило. Дела судебные. Новые истории. С днем рождения! Не поздравили! Вы знаете, это не повод бить свою тещу, а батарею головой. На нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok